Одного спасли, пятеро выбирались сами. В ночь на воскресенье прогремел взрыв в доме на Федоровке. Жертв нет, но от дома остались одни руины. Эксперты рассматривали несколько версий причины произошедшего. Подробности расскажет Ирина Вобещевич. По информации спасателей, в 3.30 часов 18 февраля в Караганде произошел взрыв в жилом доме. Все случилось на улице Депутатской в доме на два хозяина. Я нахожусь на месте обрушения жилого дома в городе Караганда. Дом на двух хозяев. Проживало 6 человек в одной квартире. Один человек в другой квартире 5 человек. В результате взрыва под завалами оказалось 6 человек. До прибытия подразделений 5 человек были вышли самостоятельно с одной квартиры. И один человек, проживавший в одной квартире, мужчина, был извлечен силами Департамента по чрезвычайной ситуации. В настоящее время мужчина госпитализирован. И госпитализирована девушка 16 лет. С другой квартиры 4 человека, остальные не пострадали. На месте задействовано 45 человек. И 13 единиц техники подразделений Департамента по чрезвычайному центру медицинских катастроф и подразделений полиции. Причины устанавливаются. Последующего после взрыва воспламенения не произошло, комментируют спасатели. Среди проживавших и самостоятельно выбравшихся двое детей. Мужчина 1966 года рождения, девушка 2008 года рождения госпитализированы. Медики рассказали, что мужчина госпитализирован в реанимацию, ожоги с 40% тела, состояние тяжелой степени тяжести. У девушки состояние средней степени тяжести, множественные ссадины головы и конечностей. В оперативных вмешательствах не нуждается. Проводится консервативное лечение. Первоначальная версия произошедшего стала то, что произошел взрыв парового котла в одной из квартир. Меж тем, уже в светлое время, осуществляя разбор завалов, спасатели назвали иную причину. 18 февраля по состоянию на 9.30 в ходе разбора конструкции жилого дома с целью выявления последствий взрыва обнаружены два 5-литровых газовых баллона, один из которых в поврежденном состоянии. Это примерно подтверждает предположительно о взрыве газа. Работа и продолжается. От дома не осталось ничего. Чего, почему баллон взорвался, будут выяснять эксперты. Напомним, в регионе участились случаи трагедии с бытовым баллонным газом. Эксперты не раз заявляли, что население продолжается несоблюдение правил их эксплуатации. В ходу емкости с истекшим сроком не проводится поверка, а заправка осуществляется на автозаправочных, запрещенных для этого станциях. Все огороды долетела волна, вон уже эти комки черные, где есть в снегу, аж туда долетело. Это уже крыши разбирали эти, МЧСники, они вот это все сюда складировали. Там в углу стоит еще кровать, лежала вот теща и два с половиной года ребенок. Вот этот шкаф их спас. Если бы вот этот шкаф не стоял бы, например, не расклинило, вот эта стена бы на них упала, она там сколько весит. Семья Ивана Кириковича, квартира полностью разрушена от взрыва бытового баллонного газа в соседней квартире, осталась на улице. Большое чудо, что никто из них не погиб, ведь взрыв в соседней квартире был настолько сильный, что практически уничтожил общую постройку. Сейчас семья нуждается в финансовой поддержке.